МЕХИКО Это Мехико. Из поколения в поколение многие его жители продолжают жить либо в богатстве, либо в нищете. И неравенство лишь усугубляется. В таких условиях возникает вопрос, реально ли добиться успехов только благодаря собственным усилиям. Порой невозможно вырваться из оков нищеты. Особенно, когда все обстоятельства против тебя. Как, например, в случае нынешней пандемии. Наша съемочная группа поговорила с представителями разных социальных групп и попыталась разобраться в причинах структурного неравенства. Далеко ехать не пришлось. Здесь, в Мехико, роскошь и нищета всегда идут рука об руку. Рожденный в бедности бедным и умирает, а вот рожденный в богатстве умирает богатым. Эта фраза находит живой отклик у представителей разных сообществ, которые убеждены в том, что невозможно выйти из сложного положения в глобализированном капиталистическом мире. Однако есть люди, которые верят в значимость собственных усилий и считают, что социальный класс не имеет значения. У нас в Мексике говорят так. Кто действительно стремится, тому нет препятствий. Увидев эту картину, многие могут и не понять, что мы в Мехико. Действительно, Санта-Фе – один из самых экономически развитых районов столицы Мексики. Он расположен в западной части города и считается одним из самых престижных районов. Здесь находятся штаб-квартиры многих транснациональных компаний. Кто бы мог подумать, что до бурной застройки 80-х годов на этом месте сначала добывали песок, а потом была свалка. Сейчас этот район ничем не уступает кварталам стран первого мира. Этот финансовый центр является одним из самых современных и приносит городу главный доход. Однако в то же время это одно из тех мест, где сразу бросается в глаза экономическое неравенство. С одной стороны расположена коммерческая зона с небоскребами и площадями, университетами и торговыми центрами. Но стоит сделать пару шагов, и мы оказываемся в совершенно ином месте. Кругом социальное жилье и более низкие постройки. Да и стиль жизни здесь кардинально другой. Почему же возникает столь резкий контраст? В Мексике неравенство и нищета – это укоренившаяся структурная проблема, решением которой занимались как прошлые администрации, так и нынешние. На самом деле у нас нет социальной мобильности. Если ты родился богатым, то таким и останешься. А бедным очень сложно вырваться из оков нищеты. Вот почему решением этих двух структурных проблем должно заниматься государство. Президент Андрес-Мануэль Лопес Абрадор старается оказывать поддержку малоимущим гражданам, чтобы создать более справедливое общество, где у каждого будут возможности. Глава страны утверждает, что нынешняя ситуация является следствием политики предыдущих администраций, которые бросили людей на произвол судьбы. Его же правительство стремится обеспечить равенство, развитие и защиту меньшинств. В отличие от консерваторов, мы считаем, что, трудясь и обучаясь, можно подняться по социальной лестнице. Это и называется социальной мобильностью. Тот, кто родился в нищете, может двигаться вперед и достигать успехов благодаря собственному труду, усилиям и учебе. При условии, что у этого человека есть выбор и возможности. Звучит многообещающе. Однако сейчас аналитики сходятся во мнении, что нынешний политический курс не направлен на перераспределение богатств и что до сих пор ни одному правительству не удалось справиться с проблемой неравенства в Мексике. Несмотря на то, что одним из его показателей является покупательная способность, сюда же можно отнести выживаемость, разницу между поколениями, условия труда и пол. Поэтому мы решили пообщаться с представителями разных социальных групп в нескольких частях города, узнать их историю и выяснить, как они живут и работают в своих районах. Мы находимся в районе Истапалапа на востоке Мехико. Люди здесь очень добрые и дружелюбные. Где бы я ни оказалась, при встрече они всегда улыбались. А вот у самого района не самая хорошая репутация. Социальные проблемы вроде быстрого роста населения, отсутствия безопасности и нехватки питьевой воды влияют на жизнь практически двух миллионов человек, большинство из которых сегодня занято в сфере теневой экономики. В этом районе я познакомилась с Сарой или Саритой, как ее здесь ласково называют. Каждый день она встает в 6 утра и готовит еду на продажу, работая по 12 часов. Она сама ставит железные листы и натягивает брезент. Так выглядит ее магазин прямо на тротуаре. Сара рассказала, что у нее есть система, и этот процесс не занимает много времени. Пока я ей помогала, полностью следуя указаниям, Сара протирала столы и готовила то, что собиралась выставить на продажу. Сколько вы так работаете? Уже 20 лет. А как все началось? Стоял один стол. Я готовила еду наверху, а вниз приносила только кастрюли. Тогда дочка была еще совсем маленькой. Я заканчивала готовить в 4 утра. Потом отводила ее в начальную школу. Когда она возвращалась, мы спускались продавать. Я и дочка. За 20 лет условия работы сильно изменились. Сегодня у нас есть холодильники, плиты и другие электроприборы. Сара рассказала, что до пандемии дела шли хорошо. Однако сейчас школы закрыты, количество клиентов значительно сократилось. Усугубило ситуацию и то, что в конце 2020 года она сама и несколько ее родственников заразились коронавирусом. К сожалению, от него погибли ее брат и отец. Конечно, нам тяжело. Все лекарства очень дорогие. Мне пришлось делать уколы в плечо, каждый по 800 песо. Сначала сказали, что нужно сделать 5, потом еще 5. То, что они дорогие, это полбеды. Их еще было сложно достать. Папа получал пособие, а я его не получаю. Со временем постараюсь оформить помощь по линии социального обеспечения. Но для этого мне придется бросить работу. А сейчас такую роскошь я позволить себе не могу. Ковид-19 сильно ударил по Мексике, где во время пандемии уровень смертности стал одним из самых высоких в мире и самым высоким в Латинской Америке. Пандемия ковид-19, которая вспыхнула в прошлом году, лишь усугубила неравенство. Это касается не только доходов и возможностей, но и выживаемости. Например, уровень смертности среди тех, кто лечится от коронавируса в частных клиниках, намного ниже, чем среди пациентов в государственных больниц. Также стоит учесть, что во время пандемии многие люди лишились работы или бизнеса. Изабель – одна из тех, кто остался без заработка. О себе она говорит как о трудолюбивом человеке, проработавшем 21 год в сфере сбора данных, и еще 15 лет кассиром в магазинах самообслуживания. Потом она устроилась волонтером-фасовщицей в один из супермаркетов, но потеряла эту работу, когда в городе выросло число заражений коронавирусом. Как и другие 120 ее коллег, Изабель 4 часа в день ходит между автомобилями, выпрашивая помощь, так как пенсии на жизнь ей не хватает. Мы поговорили на одном из самых оживленных перекрестков города, где она работает в данный момент. Я прихожу сюда, что называется, попрошайничать. Мы ходим между автомобилями и выпрашиваем помощь. Мы надеемся вернуться к работе фасовщиков. Здесь с нами может произойти все, что угодно, а в магазине, где соблюдаются все правила безопасности, не так опасно. У нас совсем нет денег. У Изабель проблемы с одной ногой, а в другой заменен коленный сустав. По ее словам, качество ее жизни довольно низкое, хотя она и может покрыть свои самые насущные надобности. Кроме того, Изабель считает, что в Мексике забывают о пожилых людях, они не вовлечены в повседневную жизнь. Женщина рассказала, что когда работала кассиром, начальник делал ее жизнь невыносимой, и Изабель была вынуждена уволиться. Мы подвергаемся дискриминации из-за возраста. Люди думают, что мы ни на что не годимся. Они будто говорят, отойди в сторону. Но я не ощущаю свой возраст. Я думаю, мы все еще можем быть продуктивными. Я здорова. К нам должны относиться как к людям, которые еще могут работать. Но такая уж в Мексике культура. Когда ты достигаешь определенного возраста, ты как будто уже ни на что не годишься. А это неправильно. Очень неправильно. Все пожилые люди возраста Изабель, которые остались без работы, просят помощи на перекрестках. Позиция правительства такова, что пока мы не перейдем в следующую фазу борьбы с коронавирусом, они не смогут вернуться к работе, так как в супермаркетах подвергаются большой опасности. С другой стороны, в Департаменте социальной интеграции и обеспечения был создан Институт достойного старения, а также другие проекты, цель которых – помогать этому слою населения, например, установив постоянный контроль за домами престарелых. Мы постоянно следим за работой домов престарелых. Почему? Как минимум потому, что там пожилые люди находятся в постоянном контакте. Есть высокая опасность заражения, и необходим постоянный мониторинг. С начала пандемии мы установили контроль над более чем двумя сотнями домов престарелых в Мехико. В них проживает около 4,5 тысяч человек, и мы оказываем им помощь. Эта организация также оказывает помощь бездомным, иммигрантам. Однако ситуация с пожилыми людьми, ее работников волнует особенно сильно. В Мехико действует особая система помощи таким людям. На сегодняшний день 14% населения – это люди старше 60 лет. А через 10 лет, к 2030 году, это будет уже 21%. Поэтому сегодня наша главная задача подготовиться к смене социально-демографического профиля в Мехико. Все мы знаем, что однажды состаримся. Большинство мексиканцев это понимают, но не знают, что их ждет. О пенсии, которую государство будет выплачивать моим родителям, я смогу только мечтать. У государства просто не будет возможности мне ее выплачивать. Это тоже один из видов неравенства, которое можно назвать поколенческим. Ведь в нашем возрасте у наших родителей уже была квартира, машина, они были женаты и растили детей. Сегодня это невозможно, особенно приобрести квартиру в Мехико. Они настолько дорогие, что остается только арендовать. По информации Департамента экономического развития, в городах с большей покупательской способностью среднемесячный доход равен примерно 2000 долларов, в то время как средняя зарплата жителя Мехико составляет около 500 долларов. По словам секретаря по вопросам экономического развития, этого достаточно, чтобы поддерживать покупательскую способность на уровне выше среднего по стране. Также стоит подчеркнуть, что из трех видов бедности в Мехико наблюдаются два. Мы говорим о среднем значении. Его нужно поддерживать, чтобы доходы семей росли. Вы спросите, как задействовать этих людей на рынке труда? Безусловно, пандемия повлияла на финансовое положение многих граждан. Согласно исследованию компании «Каннибал», в Мексике 9,8 миллиона людей обеднели, а каждый четвертый живет в условиях крайней бедности. При этом нужно учитывать, что существуют и другие виды незащищенности, например, отсутствие еды или жилья. Я пообщалась с одной девушкой, которая осталась без крыши над головой. Семья выгнала ее из дома за то, что она решила учиться в университете. На протяжении года ей приходилось жить в мотелях и офисах, а также ютиться у знакомых, пока, наконец, она не сняла свое первое жилье. Редактор субтитров А.Семкин С детства меня учили быть идеальной женой. Когда у меня стали появляться идеи вроде «А давайте откроем такой-то бизнес», родители говорили, что у меня с головой не лады. Они начали сильно давить на меня. За два года до окончания учебы в университете, а всего я должна была проучиться пять с половиной лет, меня выгнали из дома. Однажды я пришла домой и обнаружила свои вещи на улице. Тогда я в последний раз видела маму. Сейчас Карле 25 лет. Она возглавляет четыре компании, является коммерческим директором двух ассоциаций, а в 2020 году получила награду за заслуги в области молодежного предпринимательства в Мексике. Несмотря на то, что в какой-то момент Карла оказалась без крыши над головой, благодаря труду и усердию она многого добилась. Ее история успеха доказывает, что в столице Мексики можно работать на себя и жить в достатке. В то же время Карла осознает, что далеко не все ее сограждане могут похвастаться условиями, которые были у нее изначально. Обстановка, в которой я выросла, определенно сыграла свою роль. С этой точки зрения я не могу сравнить себя со многими людьми. Уж не тебе об этом судить, скажут они, но я могу оценить себя с точки зрения тех усилий, которые сама приложила. Да, моя семья очень богата, но меня буквально выгнали из дома без гроша в кармане. Я трудилась не потому, что у меня хорошее образование, хотя мне посчастливилось учиться и в частной школе, и в университете. Сейчас могу сказать честно, оно мне никак не пригодилось. Все мои компании появились не на деньги семьи и не потому, что у меня есть образование. Они появились благодаря моему усердию и вере в то, что другие люди доверятся мне и поддержат меня. Для многих жителей столицы свое дело – это выход из ситуации, когда нет возможности найти официальную работу. Однако Карла говорит, что для большинства свой бизнес – это все еще нечто непонятное и неизвестное, а ей самой пришлось учиться на собственных ошибках. И хотя местные власти предлагают различные лекции и курсы о предпринимательстве, об их существовании знают немногие. А ведь они могли бы стать важным подспорьем для новичков, особенно в первые пять лет, наиболее сложные для нового бизнеса. Мы учим предпринимателей создавать штрих-коды для продуктов, объясняем им, как встать на учет в Министерстве финансов, как правильно составить этикетку с информацией о пищевой ценности. Мы рассказываем, как разработать привлекательную упаковку. Также мы помогаем людям получить кредитное финансирование, учим их принимать правильные решения для развития бизнеса. Иными словами, наши обучающие курсы – это механизм продвижения малых и средних предприятий. А для борьбы с продовольственной бедностью существуют программы, призванные помочь людям, оказавшимся на улице. Ежедневно мы раздаем примерно 70-72 тысячи порций еды по всему городу. Даже во время пандемии мы не прекращаем работать. В последнее время спрос на услуги наших столовых увеличился примерно на 20-30%. Это говорит о том, что есть люди, которые оказались в тяжелой ситуации. Они приходят к нам, чтобы хотя бы раз в день поесть горячую еду. Нельзя не упомянуть и тему гендерного неравенства. В последнее время она у всех на слуху. И действительно, есть причины, по которым именно женщинам сложнее вырваться из нищеты и повысить свой уровень жизни. Время работ по дому и уходу за детьми и стариками ложится на плечи женщин. Помимо основной работы, они тратят по 40 часов в неделю только на уход за детьми, больными и престарелыми. Либо же на ведение домашнего хозяйства. То есть на то, что мы называем работой по дому. 40 часов в неделю – это полноценный рабочий день. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что у женщин, которые заняты на основной работе, двойной рабочий день. А мужчины тратят на все это в два раза меньше времени. Человеку, который вынужден уделять столько времени домашним хлопотам, нужна работа с гибким графиком. Как следствие, многие женщины идут работать неофициально, без пособий и медицинских страховок. Среди них, например, и Сарита. Она вырастила двоих детей, работая продавцом продуктов питания. Теперь судьбу матери рискует повторить ее дочь, которая тоже бросила школу, чтобы ухаживать за дедушкой. За три года до смерти у него случился инсульт, после которого он оказался наполовину парализован. Попав в столь сложную жизненную ситуацию, девочка была вынуждена бросить школу. С ней стали происходить ужасные вещи, ведь она девушка, вы сами понимаете. Она однажды пошла гулять, поздно вечером, на Канальде Чалько. Ее вытащили из автобуса, угрожали оружием, таскали по каким-то местам. В другой раз она рассказала, как шла по улице Глориэта до Вакиритас. Ее вдруг посадили в машину, возили из одного места в другое. Такое происходило постоянно, пока я не сказала, «Все, хватит, не могу больше терпеть эти мучения каждую ночь». К февралю 21-го года в столице снизилось число убийств женщин, однако уровень домашнего насилия вырос. Также увеличилось число преступлений против половой неприкосновенности. В городе прошло множество протестов с участием женщин, которые чувствуют себя отвергнутыми государством. Они утверждают, что их голос никто не слышит. Интересно, что в этом выпуске большинство персонажей – женщины. Это не потому, что так было задумано. Просто именно их истории привлекли мое внимание больше всего. Это люди, которые не просто столкнулись с проблемами или трудностями, они также смогли преодолеть их и добиться успеха в своих областях. Да, Мехико – это город контрастов, где социальное неравенство ощущается особенно остро, и многие проблемы еще предстоит решить. Но в то же время жители нашей столицы – это очень стойкий народ. За новейшую историю переживши два землетрясения и одну пандемию. Если раньше я любила свой город, закрывая глаза на все его недостатки и проблемы, то теперь стала любить его еще больше. Ведь здесь я познакомилась со многими людьми, которые зарабатывают на жизнь честным трудом и гордятся тем, что живут в столице. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова